В эфире новости с севера Башкирии. В проекте первого канала «Голос. Перезагрузка» приняла участие Рушана Валеева из села Толбазы. Пока она пела песню на украинском языке, к ней повернулись все наставники проекта. После долгих раздумий она выбрала Сергея Шнурова. Певица участвует в программе не первый раз. Предыдущая попытка попасть в проект «Голос. Дети» четыре года назад оказалась неудачной. Тогда она пела песню Аллы Пугачевой «А знаешь, всё будет» и эта песня стала пророческой. 27 октября в Центральной библиотеке состоялся семейный выходной под девизом «Мир счастливых семей». На площадке познавательных и творческих мастер-классов детям предложили нарисовать свою семью, изготовить картины-панно с использованием природных материалов. Работала также площадка индивидуальных консультаций психологов. Для гостей мероприятия организовали фотосессию. Семейный выходной стал традиционным мероприятием, ведь это возможность интересной и весело провести субботний день в кругу своих близких и родных людей. Приглашаем нефтекамские семьи участвовать в них. 25 октября суд рассмотрел просьбу Следственного комитета и прокуратуры временно отстранить Рашида Давлетова от должности. Напомним, его подозревают в превышении полномочий. Следствие считает, что глава может оказать давление на свидетелей и подчиненных. Он заявил, что без него Нефтекамск погрузится в хаос, да и без зарплаты глава администрации ему не прожить. В связи с этим на время отстранения ему подлежит ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Сколько пройдется следствий, неизвестно. Изучение документа оборота администрации может занять не один месяц. Все это время глава города останется близок к народу хотя бы в финансовом плане. Определены победители конкурса «Самое красивое село Республики-2018». Заявки принимались с 9 по 29 июля. Организаторы оценивали облик села, активность его жителей, присутствие на просторах интернета и сохранение традиций. Комиссия путем голосования определила победителей. Таташлинский район занял почетное третье место. 30 октября в Дертюлинской межрайонной прокуратуре пройдет «Горячая линия». Тематика данного мероприятия – вопросы нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Во время телефонной беседы можно будет задать вопросы, касающиеся незаконных свалок и ненадлежащего оказания услуг по вывозу мусора. Также нарушение закона фиксируется на сайте межрайонной прокуратуры. Время проведения с 10 до 12 часов. Телефон для звонка 2-13-12 или 2-20-73. 26 октября в Дертюлинском районе на федеральной автодороге М7 произошло ДТП. Столкнулись три легковые машины, два автомобиля ВАЗ-2114 и автомашина Рено Сандера. Погибших нет. Пострадало пятеро человек, двое из них – дети полутора и десяти лет. На месте происшествия организовали ревертивное движение. Пострадавшим оказана психологическая помощь. Подробности аварии уточняются. В селе Верхнеркеево Ильишевского района 29-летний местный житель с рулем Деу Нексия наехал на пожилого мужчину. По словам водителя, он лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В Янаульской гимназии прошел Пушкинский бал среди девятых и одиннадцатых классов. В актовом зале под классическую музыку кружились пары, погружая всех участников в атмосферу прошлых лет. Начиная с Петровской эпохи во всех государственных, высших и средних учебных заведениях, танец стал обязательным предметом. Эти классические развлечения являлись частью усадебного бала первой половины девятнадцатого века. Ежегодные мероприятия проводятся с целью воспитания чувства гордости за свою страну и народ с великой культурой. День в истории 30 октября 1696 года Боярская дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России. За весь период формирования и становления он прошел нелегкий путь. Сегодня, как и много лет назад, в этот день на вахте стоят матросы. Они в любую минуту контролируют ситуацию и готовы к стремительным действиям в случае необходимости. В этот знаменательный день на всех кораблях поднимается андреевский флаг, проводятся торжественные собрания и, конечно, награждают отличившихся специалистов. Моряков в этот день ждут поздравления не только от высшего руководства, но и от родных, которые с нетерпением ждут их возвращения домой. Погода на 30 октября. В Нефтекамске ночью температура воздуха минус 4, днем 0. В Дюртюлях минус 4 ночи, минус 1 днем. И на Уле ночью температура воздуха минус 4 градуса, днем 0. В Верхний Иркеево ночью минус 5 и минус 1 днем. В Таташлах ночью температура воздуха минус 4, днем 1 ниже 0. В Староболтачево минус 5 ночью и минус 1 днем.